Перспективы международного сотрудничества между самой густонаселенной страной и самой большой территориально, огромный, уверен министр торговли и промышленности Индии Пьюш Гаял. Индийский чиновник из высших эшелонов решил подготовиться к поездке во Владивосток основательно. Его старания оценил и губернатор края Олег Кожемяка, и главный участник пленарного заседания в рамках Дня инвестора Юрий Трутнев. Мне кажется, это очень важная встреча. Господин Гаял сказал о том, что сегодня Индия направила на Дальний Восток Российской Федерации самую представительную делегацию из тех, которые выезжали в другие страны. Мы это очень высоко ценим, мы благодарны нашим индийским коллегам. Встреча прошла в контексте предстоящего Восточного экономического форума. Индия в этом году станет одной из главных гостей ВЭФ, а премьер-министра этой страны лично пригласил президент России Владимир Путин. Сентябрьские решения впереди, но и тандему Трутнев-Пьюш Гаял добиться удалось главного – доверия. Самым важным результатом являются, на мой взгляд, не те протоколы, не те меморандумы, которые сейчас подписались. Самый важный результат – это то, что сегодня более ста компаний из Индии и России, руководители целого ряда регионов Индии и практически всех регионов Дальнего Востока встретились друг с другом. Это в первую очередь означает образование почвы для диалога, поиска общих интересов, причем как в области инвестиций, так и для текущих деловых соглашений. Губернатор Приморья в ходе пленарки отметил, что торговый оборот между Индией и Приморьем, даже не России, увеличился в среднем на 20% за 2018 год. А за первое полугодие 2019-го товарооборот Приморья с Индией вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индийский министр также не применил раскрыть некоторые экономические амбиции своей страны перед российскими чиновниками. Сегодня индийская экономика представляет 3 миллиарда долларов США. Также наша экономика представляет, мы хотим достигнуть показателей в 5 триллионов долларов США к 2025 году. Это очень большая цель для нас, но нельзя сказать, что эта цель невозможна. К слову, перспективы сотрудничества, конкретно для Приморья и Индии, совсем не призрачные, а скорее прозрачные. Так же, как и алмазы, которые обрабатывает в крае индийская компания KGK. Предприятия, кроме бриллиантов высокого качества и цены, генерируют для региона рабочие места, и Россия планирует серьезно инвестировать в эту отрасль. Больше планов и реального взаимодействия будет озвучено уже на пятом юбилейном ВЭФ, который ежегодно освещает 8 канал. Евгений Черомухин, Евгений Апарин. Новости на восьмом.